Всем привет! Сегодня тема будет у нас такая, трансиверные приставки, как они работают и принцип их. Потому что я фильм об них ничего не делал. Упущение такое, да. И тем более у меня тут вопрос такой был. Один товарищ сделал приемник базовый, Якова Лоповка, и сделал к ней приставку трансиверную. И вот эту трансиверную приставку, он ее что-то отладить не может. Мы сегодня ее разжуем, всю эту схему, и по его вопросу, что там можно коснуться. Значит, надо сказать, базовый приемник этот я тоже делал, раза три, наверное, я его делал, и в таком виде, и в таком, и в таком. Последним видом у меня был с барабанным переключателем. Вот не поверите, взял два ПТК от телевизора, два ПТК, разобрал их, вот эти сами барабаны. У одного один отпилил, но он же из двух секций состоит. Вот эту я одну секцию к нему пристыковал, получился такой длинный барабан. Потом я его на ножки, значит, там поставил, вот шасси горизонтальное, а она у меня под шасси, этот барабан. Вот, а чтобы он там крепился, уголки, вот так уголки, в них отверстие, значит, там ось проходила, и вот он тут вот это вращался, этот барабан. А контакты были сделаны, а сверху в шасси было отверстие прорезанное, и там вот эти родные контакты пружинные, которые в барабане, в ПТК, вот они там стояли, вот так вот. А фиксировалась она, вот в ПТК, там же есть пружина такая, и шарик такой фиксирует. Вот я его тоже сюда и пристроил. И всё получилось, вот 12 диапазонов, чмяк, 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 всё здорово. А сверху прямо платы, всё, ну, красиво. Потом я, тут один товарищ говорит, ой, хочу, 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 вот ты же, говорит, делал себе другой аппарат, вот продай, я говорю, ну, ладно, вот, всё. Вот, и так что вот, а то бы я бы показал, вы бы там ахнули, вот, там цифровая шкала такая была большая, ну, на этих, на ИН-14, на светодиод, на этих самых вакуумных, вот эти вот, 7 разрядов там было. Так, ну, ладно, в общем, это всё, проехали мы. Значит, приставку я к нему тоже делал, и она работала у меня, но надо сказать, что приставка, в общем-то, это не очень хорошая. У неё есть склонность к самовозбуждению, и об этом многие писали, и я тоже мучился сколько. Я уж потом не знаю, что я там сделал, в общем, ну, она работала у меня, и, в общем, всё нормально. Вот, и потом так вот, один ящик – это приёмник, второй ящик – это, значит, да, ну, у меня там где-то есть и фотографии, значит, там лицевая панель у меня была дюралевая, полирована до зеркального блеска. Ни одной царапинки не было. Вот, потом, значит, я её лаком покрыл, потом этот лак процарапал, сделал надписи все, какие надо было. Потом я их этим самым медным купоросом с солью протравил, они такие чёрные стали. Потом лак я этот смыл растворителем, вот такая у меня была лицевая панель, близкучая, вот. Так, ладно, об этом хватит. Теперь вот что, товарищи, последний фильм у меня был, или как, крайний фильм был. Значит, там было, как сделать сопряжение гетеродина со входными контурами в приёмнике. Там было сказано, что точного сопряжения не получается, а получается в трёх местах. Вот, по краям, в средине. Вот, на самом деле даже по краям в средине даже может и не быть сопряжения. Значит, в этом случае как правильнее-то настраивать? Надо настраивать не на самых краях, а вот немножко от краёв отступили, и вот эти точки настраивать. Тогда у вас более-менее поточнее будет всё это. Вот, но это присказка. Значит, для того, чтобы точное сопряжение сделать, для этого особо сильно ума не надо. Вот, вы же видели все конденсаторы, как устроены. Посмотрите-ка внимательно. Вот, видите, крайние пластины-то, они уже разрезанные. Вот, видите, вот сколько их тут есть, вот этих вот. Вот, вот эти крайние пластины все разрезанные. И они с этой стороны тоже так же разрезанные. Вот, а для чего? А для того, чтобы точное сопряжение сделать, вот мы берём его, выводим. Всё, как надо, сделали сопряжение. А потом вот эту пластинку, крайнюю, начинаем отгибать, подгибать. То есть, это у нас подстроечный конденсатор получается. Мы её с этой стороны, с этой стороны делаем. Потом немножечко введём. Следующую начинаем туда-сюда, туда-сюда подгонять. Вот, потом там дальше, следующую опять вводим, следующую. И так мы до конца, когда дошли, у нас будет точное сопряжение. Ну, точное, ну, лучше не придумаешь. Вот, так что, если есть желание вам точно сопрягать, значит, вот так сделайте. Могу вам рассказать случай. Такой пакостный у меня был. Значит, купил я приёмник R250M. С Новосибирска его припёр, тяжёлый такой, 90 килограммов. Блок питания у него отдельный, всё. Так вот, когда я начал внимательно там всё это нюхать его, вот, оказалось, что у него шкала неточная. По инструкции там написано, значит, через каждые 100 килогерц метки они должны быть плюс-минус 1 килогерц с точностью, допуск. 1 килогерц у них. А тут, смотрю, она нету у меня, этого 1 килогерца. Где 5 килогерц ошибка? А там корректируется так, в одном конце диапазона мы электрическим корректором, отверточкой крутим, а в другом конце диапазона перемещаем вот это вот матовое стекло с риской, вот, его крутим. Потом снова туда, потом снова туда. Вот, когда я это всё дело делаю, у меня по краям получается всё чётко. А в середине у меня разбег до 5 килогерц, а может даже и больше, я уже не помню. Ну, много. Я когда это так глянул, у меня так сразу плохо-плохо так на душе стало. Ох, думаю, вот это да, сколько денег отвалило, вот тебе. Суперточный приёмник называется. Ну, что делать-то? Я, значит, рукава засучил. Не, не у этой рубахи, у меня другая там была рубаха. Засучил я рукава, значит, залез туда. А там, представляете как? Там вот конденсаторы, там их что-то много-много конденсаторов. Там в два этажа они стоят вот так. Вот, и пластинки-то у них не разрезанные, как здесь. Вот, не разрезанные. Вот. Я так посмотрел, ох ты, ёлки-палки, думаю, это же как я буду корректировать-то. Я взял ножницы, вон где-то там висят у меня, и разрезал крайнюю пластинку вот так вот. Вот. Вы представляете, что это такое? Это же жуть. Там же вот засунуть туда трудно. Я вот её сначала отогнул, потом разрезал, потом опять подогнул. Вот. И потом начал делать так. Вот я, значит, беру, сначала те пододвигаю, потом немножко сдвигаю, потом следующую пододвигаю. Вот так вот. Я целую неделю вот так вот двигал всё. Вот. Пока я всё не совместил. И в результате у меня получилось, как написано, плюс-минус один килогерц, вот она у меня везде. Плюс-минус один килогерц, и за допуск не вышло. Я так вот скорректировал. Вот. Так вот, самое страшное о чём? А там вот эта вся оптика, вот эти там зеркала вот идёт, они крепятся на крышке конденсатора. Вот этот конденсатор, когда крышку эту откроешь, чтобы туда добраться, вся оптика-то снимается. Вот. А как корректировать-то? Так я потом там специально другие зеркала сделал, совсем другие. Вот я как-то там в стороне так разместил всё, и в результате они у меня на матовое стекло на это стали изображение делать. И вот я так вот, значит, это самое, мучился. Притом, когда тут светло, на этом матовом стекле ничего не видно, приходилось тут вот закрывать вот так вот. Всё, зонтик берёшь, так вот закрываешь свет слабенький, и всё, и начинаешь гнуть. Вот. Так что вот так, товарищи, не говорите, что там точного сопряжения не сделаешь. Вот. И вот то, что я вот с этой 250М, с приёмником сделал, вот, никто такое никогда не сделает. Вот я вот уверен. Так, а почему у меня этот приёмник вот такой, с такой шкалой был, с нехорошей? А потому что кто-то туда полазил хорошо. И вот, и я когда там начал смотреть, я вижу, что там перепаивали. И даже катушку этого, гетеродина основного этого, и то её почему-то вытаскивали. Как будто она заменённая, другая совсем там стояла. Вот поэтому он такой у меня был неточный. Вот. Ну, а что, куда деваться-то? Вот пришлось мне вот такую процедуру делать, чтобы сделать его нормальным. Потом сделал я к нему приставку транссиверную, и долго на ней работал. У меня там где-то есть фотографии. Приёмник стоит, и сверху приставка. Вот она вот по размеру, и вот, вот такая высота она была, значит, на лампах. По приставке я сделал две, или, наверное, даже три, я уж и не помню. Значит, сначала сделал такой вариант, что вот все гетеродины я вывел через катодные повторители, вот, и туда. В общем, сделал всё так же, как в приёмнике, только в обратную сторону всё это. Вот. А потом переделал, сделал только один ГПД, вывел. Вот. А эти вот кварцы, значит, там отдельные у меня были кварцы, и там ПЧ вот эта перестраиваемая, плавно другая у меня была. Значит, там за основу была взята какая-то украинская УБ-5, что-то такое, автор какой-то был. Ну, в общем, на лампу вот это всё. Всё это работало, ГУ-29 на выходе у меня стояло, вот, а потом ещё две, два полтинника у меня стояли, отдельная коробка. Вот. Ну, и ничего, всё пахало это. Притом, значит, что самое интересное, вот, есть такая ручка, расстройка. То есть, вы можете приёмник относительно передатчика немножко расстраивать. Вот. Вот скажите, как вы это в 250-ом приёмник такое сделаете? У-у-у, никак. У меня было. Там стояла релюшечка маленькая такая, и вот там, где электрический корректор, у меня там ручка наружу выведена, вот такая. Тут ручка была. Вот я этот электрический корректор, значит, отключается, а вместо него включается вот этот вот с воздушным диэлектриком подстроечник, который вот выведен у меня сюда. Вот. Вот, пожалуйста, значит, была у меня расстройка даже приёма относительно передачи. Если на меня кто-то не точно настроился, то я не кричу, значит, вот, настройся точнее, вот, чё? Вот. Да никаких проблем. Я кнопочку надавил, подстроился под него. Да мне пофигу. Что он не точно настроился. И всё. И это отвечаю. Надо, выключил её. У меня шкала точная. Вот такие дела, товарищи. Так, ну ладно, перейдёмте как теперь к схемам. Посмотрим структурную схему этого нашего устройства. У нас есть приёмник, вот этот зелёный кубик. И есть у нас вот эта трансиверная приставка. Работает это всё так. Приёмник, как обычно, вот с антенны. У нас тут реле нужно обязательно ставить. Переключать. И сигнал у нас частотой F1, ну, частота принимаемая, пошла через входную цепь, через смеситель приёмника. Здесь промежуточная частота образовалась. Через УПЧ, через детектор. И у нас тут на динамик. Так вот, здесь у нас есть гетеродин приёмника, который вырабатывает частоту F2. Вот она, когда частота вот эта F2 и частота F1, вот они смешиваются в смесителе, получается частота FPЧ. Вот она. Гетеродин может быть разный. Либо конденсатором тут будет перестраиваться, либо здесь синтезатор будет стоять. Это где, как. И вот эта же частота F2, она идёт у нас на смеситель передатчика. А передатчик будет так работать. Вот у нас микрофон, с микрофонного усилителя. И вот здесь у нас такой узел, где будет образовываться вот эта частота FPЧ, промежуточный. Либо это кварцевый генератор просто, либо здесь формироваться будет на частоте 500 кГц SSB сигнал, потом переноситься на промежуточную. Или, может быть, сразу тут формироваться на частоте кварцевым фильтром здесь, SSB сигнал. Ну, в общем, варианты разные могут быть. Но здесь должна частота, равная промежуточной частоте приёмника выходить. Вот она выходит, смешивается с частотой гетеродина, и у нас уже частота здесь получается того, что в анденну. Частота, равная F1. Частота, равная частоте приёма. А тут у нас усилитель мощности какой-то сделанный, но неважно какой. Вот так всё это дело должно работать. Посмотрим на эту схему. Эта схема была разработана Геннадием Шульгиным. Давно уже, в 80-х годах. Работает она так. Вот сигнал с Гетеродина, с ГПД, генератора плавного диапазона, обыкновенно увещательного приёмника. Вот поступает он на сетку, этот сигнал. Здесь он усиливается, нагрузкой является дроссель, зашунтированный резистором. Это для того, чтобы не было паразитных каких-то резонансов в нём. Потом он через ёмкость идёт на сетку другой половинки лампы, 6Н1П. Здесь это катодный повторитель. У него низкое выходное сопротивление. Она хорошо согласуется с низким входным сопротивлением фланцного смесителя. На этот же смеситель у нас подаётся сигнал, равный промежуточной частоте приёмника. Подстраивается либо вот этой ёмкостью, либо вот этой индуктивностью, если тут сердечник будет. Эмиттера снимается, поступает сигнал сюда. Эмиттер, потому что здесь тоже так же для согласования сопротивлений низкий. Потом сигнал отсюда снимается, поступает на катод. Опять же для того, чтобы согласование по низким сопротивлениям. Эта лампа работает с общей сеткой, сетки на земле. Здесь усиливается сигнал. Нагрузкой является контура, в зависимости от диапазона. 20, 40, 80, 160 метров. Сигнал с этих контуров уже усиленный и очищенный, как бы выделенный. Он у нас через ёмкость вот эту идёт, C27, поступает на буферный каскад. Или как драйвер ещё называет его. Здесь он усиливается, лампа 6G9P. И поступает на контура вот эти. Вот эти контура зашунтированы для того, чтобы выровнять усиление по диапазонам. И для того, чтобы они более широкополосные были. Потом сигнал через ёмкость у них поступает на сетки лампы GU-19. Вот стабилитрон этот нужен для того, чтобы смещение задать автоматическое для этой лампы. Ну и всё, здесь на выходе идёт контур нагруженный. Этот конденсатор нужен для резонанса настраивать. А этот для связи с антенной. Модуляции здесь никакой нету. Если кто хочет амплитудную модуляцию, значит, пожалуйста, можете всяк разный делать. Можно сделать на сетку, например, подать. Трансформатор можете врезать вот так. И на этот трансформатор это анодная модуляция будет. Ну, в общем, варианты разные. А так вообще надо телеграфом работать, если вот ключ сюда включаем мы. И вот манипуляция при помощи вот этого генератора. Нажали, он у нас загенерировал, отпустили. Генерации нет. Так что вот так вот. Если надо непрерывно, чтобы у нас работала, например, амплитудная модуляция, значит, здесь у нас надо ролишечку вставить и замкнуть туда. Сигнал ГПД нетрудно вывести на приставку, применив, к примеру, предложенную схему повторителя. Вот, пожалуйста, вот так вот. Это значит к ГПД, а это к приставке. Подбробное описание монтажной чертежи и наладочной операции описано в журнале радио номер 10 за 81 год. Так, вот она схема. Эта схема, в общем-то, не очень хорошая. Но что есть, то есть. С интернета скачанная. Давайте по ней будем смотреть. Вот у нас есть тут микрофонный усилитель. Есть регулятор громкости у этого усилителя. Есть у него выход. Выход идёт на переключатель. В зависимости от того, в каком положении он стоит, сигнал с усилителя низкой частоты идёт либо на затвор вот этого транзистора, 2V2, либо идёт на кольцевой балансный модулятор. Вот он. На него поступает частота 500 кГц. Она либо 500, либо 503,7. Это в зависимости от того, верхнюю или нижней боковой мы хотим работать. Вот эта частота у нас приходит на движок вот этого подстроечного резистора. Вот этим резистором мы устанавливаем так, чтобы у нас на выходе 500 кГц не было. Вот она подавленная должна быть, подавленная. А вот когда у нас низкочастотный сигнал сюда придёт, когда мы в микрофон начинаем сюда говорить, то вот этот низкочастотный сигнал у нас какие-то диоды отпирает сильней, а какие-то больше запирает. В результате этого получается разбаланс вот этой всей этой картинки. И здесь получается продукт преобразования. То есть, самого частоты 500 кГц нет, а есть вот как раз частоты, которые образовались. Они выше по частоте и ниже. А вот этот фильтр электромеханический, он такой узкополосный, что он всё, что ниже 500 кГц, он всё срезает, фильтрует. А всё, что выше 500, он пропускает. Таким образом у нас верхняя боковая здесь проходит. Потом она приходит сюда, а здесь у нас такие вот диодики стоят. И они её берут и обрезают, вот этот сигнал. И вот когда они обрезают, он получается более такой насыщенный, пробивной, но при этом у него получается ещё спектр расширяется сигнала. Вот для того, чтобы этот спектр срезать, значит, стоит ещё один электромеханический фильтр, такой же точно, как и этот. Он фильтрует всё это. Сигнал однополосный, качественный, приходит на затвор вот этого транзиста. А вот тут у нас стоит генератор на частоту 5 МГц. И вот когда эти 5 МГц приходят на второй затвор, то здесь происходит смешивание. Вот это смеситель. Вот когда смешались, то у нас здесь на этом контуре получилось 5,5 МГц. А приёмник он имеет у нас промежуточную 5,5 МГц. Значит, вот эту вот частоту 5,5, мы её берём и отправляем её к этому контуру. Вот она. Здесь она как бы ещё подчищается получше. Через катушку связи поступает вот на этот смеситель. А на этот смеситель у нас приходит сигнал с ГПД, с генератора плавного диапазона, с приёмника. Вот когда вот эти 5,5 и плюс ГПД, то как раз получилось уже то, на чём мы настроены, приёмник. Или то, чего нам нужно на выходе, на какую частоту нам надо сделать. Вот она у нас вот тут идёт, и вот тут фильтруется. Вот у нас есть один контур, потом через него проходит на второй контур. Вот здесь чистое фильтрование. А для чего это надо? Вот для того, чтобы сама частота вот этого ГПД нам на выход не шла. на антенну. И частота 5,5 нам тоже не нужна, чтобы она просачивалась на выход на антенну. А нужны нам только продукты преобразования. То есть диапазон 40 метров, там 15, 20 и так далее. Вот как раз вот это нам и надо. Вот у нас сигнальчик пришёл через переключатель. Вот он. И через ёмкость вот так вот. И вот он культурненько-культурненько так приходит на затвор вот этого транзистора. А что этот транзистор делает? А он усиливает. Вот усиливает, и больше ничего. Он ничего не преобразует. Так вот он когда усиливает, то у него есть нагрузочка. Вот он, дрохель 200 микрогенри. Вот тут он выделяет вот этот его усиленный сигнал. И потом пошёл он через ёмкость вот эту, пошёл на базу этого транзистора. КТ-606. Так вот, что ещё-то тут делается? А вот смотрите что. На второй затвор у нас сигнал приходит с амплитудно модулированного вот этого, с микрофонного усилителя. Это в том случае, если мы хотим амплитудной модуляцией работать. А если мы не хотим амплитудной модуляцией работать, значит переключатель у нас стоит в другом положении, сигнал сюда не приходит, низкочастотный. А сюда всё время приходит вот с этого потенциометра. И этим регулировать усиление вот этого нашего усилителя. То есть выходную мощность усилителем. А вот у нас есть ещё вот генератор вот этот вот, который равен 5,5 МГц. То есть равен промежуточной частоте нашей. Вот если мы будем ключом работать, ключевание делать, переключатель тут в нольное положение ставим, и у нас тут ключ втыкаем его, и всё. Нажатие на ключ он у нас загенерировал. Всё, сигнал пошёл, а сигнал ГПД у нас всегда идёт. Вот, значит у нас пошла посылка. То есть ключ отпустили, он не генерирует, значит всё, а сигнал ГПД у нас не выйдет туда через эти контура. Значит в этом положении у нас телеграфная манипуляция происходит. Так, значит смотрим дальше, что у нас дальше-то выходит. Дальше вот в чём. Значит у нас сигнал пришёл на базу этого транзистора. Вот, и потом он у нас усиленный уже, усиленный. Вот у нас коллектор, вот он он. Здесь у него нагрузка есть, вот они, контура в зависимости от диапазона. Вот, и здесь у нас вот через ёмкость, вот это уже как усиленный сигнал, и вот он пошёл, и пришёл он на сетки вот этой самой лампы ГУ-19. Ну а тут дальше что рассматривать-то? Тут и козе понятно всё, как это всё работает. Вот, на второй сетке тут стабилитроны стоят, стабилизирует это напряжение ему. Вот, тут П-контур, всё, в общем, всё это понятно, всё. Значит, что я ещё хочу добавить. Он неустойчивый. Вот у меня он возбуждался, и у многих он возбуждается, поэтому рекомендуется его переделать. Дело в том, что вот это всё сделано как? Вот видите, как оно? Всё по кусочкам, вот по кусочкам. Вот, так вот какой-то кусочек, вот кажется, вот этот вот, его можно другой сделать. Вот, сейчас я вам покажу тут публикации из журнала радио. Но я их не делал, ну, народ-то делал, можно и попробовать. Ну, смотрим. Вот, ну, тут найдёте, почитаете. Это третий номер, какой-то 86-й, что ли, 88-й год вроде. Трудно прочитать. Вот, значит, есть печатка вот этого. Сейчас покажу. Так что вы можете вот сделать всё что-то. Это первый номер за 89-й год. Вот, потом есть ещё одна модернизация, другая. Тоже я сейчас нарыл, покажу. Так, ну, вот ещё одна. Так что вот вам информация к размышлению, так сказать. Вот, на этом я заканчиваю. И так фильм длинный получился. Всего вам хорошего. Пока. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok